Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава ВАЭРА. Потрясающая глава, которая рассказывает нам о выходе из Египта и о казнях, которые были. Для чего нам это все нужно? Давайте сначала вспомним ситуацию. Рабы пребывали в глубочайшей упадке сил. Они были в полной катастрофе. Надежды никакой не было. Ребенка мужского пола забирали из семьи, тут же убивали. Приходит Маше, говорит, я спаситель. Называет имя Бога, его верят. И ситуация еще больше ухудшается. Они говорят Маше и Арону, зачем вы это сделали? Катастрофа. Перед нами катастрофа. Но все это не было случайностью. Тора подготовила почву в этом рассказе для встречи человека с Богом. Для самым феноменальным событием, которое когда-либо было. И обратите внимание, очень часто в истории человеческой происходит так, когда вот кажется, что уже действительно все проверил, спасения нет. Приходит кто? Приходит Богом. Для чего нам это все нужно вообще? Зачем нам узнать историю выхода из Египта? Зачем нам из казни эти узнавать? Для чего? Вот оказывается это про нас. Мы, наверное, все замечали, что все время поступаем по-разному. Один раз хорошо, один раз плохо. Иногда сам себя не узнаешь. Как случилось, что я такой вроде неплохой человек, так неправильно себя повел? Так вот еврейские мудрецы говорят, что та сила и тот голос, который... Точнее, не так. Вот человек, он маленький город. И в нем идет борьба. Вот тот голос хороший, условно, который нас подталкивает хорошим, это Маше. А внутренний голос, мешающий нам, это фараон. Та сила, которая знает, как правильно поступить, это внутренний голос Маше. Та, что не позволяет поступать правильно, это фараон. Вот все надо рассматривать, эту историю выхода из Египта и всю историю фараона, это про нас с вами. Следовательно, для того, чтобы нашему внутреннему Маше победить внутреннего фараона, надо внимательно вот эти казни исследовать. Первая казнь какая была? Кровь. Египетская земля превратилась... Нил превратился в кровь. Почему? Все поклонялись Нилу, Нил считался Богом, он превращался в кровь. Что это нам дает? Это объясняет нам, что надо сначала победить ложных богов. В том, что мы рассчитываем, один рассчитывает на начальника, один на заем, третий на еще что-нибудь, я не знаю, четвертый на дерево. И пока мы радеемся на что-то, на какого-то там замену Бога, это ни в коем случае настоящее спасение никогда себе не придет. Никогда этого не будет. Пока ты думаешь, что вот я помолюсь на Бога, но еще немножечко пойду. Это не так. Ты или веришь, или не веришь. Поэтому так же будет с тобой небо. Это еще... Это был урок первой казни. И второй урок первой казни. Сказал Всевышний Маше, скажи Арону, возьми посох, простри руку на воду египтян. Почему не Маше? Почему надо удар? Ответ находим в Медраше. Сказал Всевышний Пророк Маше, разве справедливо, чтобы удар по воде, там, это у нас еще будет по земле дальше, нанесен твоей рукой? Ведь вода спасла тебя, как этот младенцем плыл по Нилу. И наш известнейший учитель эпохи, Раф Деслер, пишет, что отсюда мы учим, как важно для человека быть благодарным за все добро. Кто бы это добро не совершил. Даже неживая природа. Так устроен иудаизм, так он объясняет миру. Казнь вторая, это вообще уникальное. Жабы. Вышла жаба огромная из реки. Отвратительная написана была в Медраше такая. Принесли египтяне оружие, начали бить ее. Но вместо того, чтобы свалиться, она открывала пасть и выплевывалась новых жаб. И все они вместе двинулись к дворцу фараона. И Равин Каневский говорит потрясающую вещь. Он говорит следующее. Когда египтяне увидели, что в ответ на удары лягушка распадается на еще большее количество лягушек, что они должны были сделать? Сразу прекратить побои, чтобы не добавляли. Но что в действительности? И такое написано качество гнева, для которого нам рассказывается эта вторая часть. Такое качество гнева. Если лягушки продолжают нахально увеличиваться, тем более надо бить, мстить этой лягушке, увеличивать количество врагов. Чем больше лягушек появлялось, тем сильнее пылал гнев египтян, написанное. Тем больше они били, пока вся земля не покрылась египетской лягушкой. Ну бред. Но такая реальность для каждого человека, которым овладевает гнев. Если он только бы услышал, когда что-то не так, смолчал короче, вот просто не лез бы, перекрутил это в себе, все бы успокоилось, и гнев утих, и вся ситуация была другая. Однако, когда он начинает отвечать своему оппоненту, это может продолжаться бесконечно, и количество лягушек покроет весь египет. Наш разум в таком случае подсказывает, что лучше всего не обращать внимания на тех, кто огорчил тебя. Вообще промолчать лучше. Но гнев фараон говорит человеку, как ты можешь молчать. Поэтому Маше говорит, помолчи, фараон говорит, кричи. И заканчивается это как казними с лягушками. Поэтому замечательно, и сегодня мы можем выучить огромное количество уроков с того, что мы читаем в Торе. Каждый урок для нас, это совершенно бесценно для нашей личной жизни. Если бы это казалось только древних египтян, никого бы это не интересовало. Поэтому мы с вами сегодня уже выучили две вещи. Первое, это не надо злиться, надо уметь успокаивать себя в первую очередь. И второе, не делать себе ложных богов. Не придумывать, что если мы с вами 20 раз лишних попросим у какого-то начальника, это резко изменит мою жизнь. Надо менять духовность в себе, это меняет нашу жизнь. Надо менять духовные силы, это меняет нашу жизнь. Бог приходит тогда, когда мы честно говорим ему, я попробовал все, мне некому больше обратиться. Я обращаюсь к тебе, и ты можешь меня спасти. Брахавы от Слахан.